Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. И тема сегодняшняя будет посвящена параметрам риск-менеджмента. В каком ключе? Почему я решил, в принципе, про это поговорить? И мы, соответственно, когда готовили данное видео, у нас такая полемика возникла, да, что такое риск-менеджмент. Я начинаю рассказывать то, что риск-менеджмент это больше про трейдинг. И тогда возникает некий такой закономерный вопрос. Максим, ты всегда топишь за инвестиции, ты всегда говоришь о том, что нужно покупать в долгую, что нужно получать прибавочную стоимость, что нужно получать дивиденды, реинвестировать дивиденды. А почему сам, когда проводишь какие-то конференции, мероприятия, вебинары, у тебя есть отдельный блок, посвященный риск-менеджменту? Объясню, почему такое происходит. Потому что сейчас достаточно нестабильные времена. У нас есть опыт, то есть люди, которые сейчас живут на рынке, которые приходят на рынке, которые интересуются этой тематикой. Они смотрят фильмы типа «Игра на понижение», суть которых в двух словах очень проста. Парень, если ты видишь, что если где-то что-то иррационально, что где-то актив стоит чрезмерно дорого, рынок недвижимости, рынок акций, рынок облигаций, рынок CDS, да, то есть есть какие-то активы, которые переоценены. Причиной переоценки в настоящий момент, то есть что являлось причиной переоценки, то есть формирование вот этих вот пузырей, да, пузырь это когда цена актива очень серьезно отрывается от его ценности. Ну, то есть условно чистые активы компании составляют 100 миллионов рублей, а компанию оценивают в миллиард рублей. К примеру, да, то есть получается все активы, которыми владеет компания, это 100 миллионов, а рыночная цена этой компании миллиард, то есть она в тысячу раз дороже. И причиной такому является то, что сейчас в настоящий момент послужило то, что стоимость денег дешевая, цена за риск низкая, и когда у вас низкие процентные ставки около нулевые, которые были до недавнего времени, да, это приводит к тому, что вот возникают такие пузыри. И почему я про это говорю, почему решил сегодня говорить про параметры риск-менеджмента, исходя из того, что если есть понимание этого и осознание, то люди на этом хотят мне заработать. То есть я буду великим Майклом Юри, который предугадает, что, где, когда упадет и, соответственно, на этом заработаю. Любая игра на понижение, друзья, нужно понимать, что, как правило, это работа с плечами, это с заемным капиталом. Причем вы открываете так называемые короткие позиции. Что такое короткая позиция? Это значит, что все равно изначально, как только вы ее открыли, вы должны понимать, что вы ее в любом случае должны будете закрыть. Вы на коротком промежутке времени хотите соработать на падение цены актива и, соответственно, на этом заработать. То есть вы берете в долг определенные активы. И риск-менеджмент, он преимущественно применяется в трейдинге. И какова природа риск-менеджмента? Почему она очень важна в трейдинге? Давайте поговорим непосредственно об этом. То есть вот опять некая такая метафора, чтобы было понятно. В трейдинге заработок осуществляется на разнице цены. То есть в трейдинге вы зарабатываете, купив дешевле, продав дороже, или наоборот, продав дороже, а потом откупив дешевле. То есть рынок, это вот если визуально представить, это некий такой большой базар. И вот на этом большом базаре, соответственно, стоят продавцы, продают свои товары, да, и приходят покупатели. Кто приходит на рынок с деньгами, это все покупатели. То есть даже вы, когда открываете брокерский счет, что вы делаете? Вы открыли брокерский счет, вам там условно выделили место, вас пустили за порог рынка, да, потому что рынок организованный. Соответственно, чтобы вот перейти забор рынка, калитку рынка, чтобы войти, вам нужно открыть брокерский счет. Брокерский счет открыли, все, калиточка открылась, будьте любезны, проходите. И вы заходите на этот рынок, имея деньги. Вы на брокерский счет все равно заводите деньги. То есть вы изначально заходите на рынок как покупатель. Вы пришли на этот рынок. Пришли на российский рынок, состоят 50 продавцов. Ну, продавцов больше, да, продают 50 классов активов, там 50 наиболее ликвидных акций. Опять же, ограничивая наиболее ликвидными. И у вас возникает вопрос, какую из 50 акций купить? Вы, естественно, что хотите? Вы хотите купить подешевле, а потом на этом же рынке уже прийти в качестве продавца, потому что у вас будут акции Газпрома, Сбербанка, Лукойла. И кому-то продать. Какому-то новому, кто снова туда придет, придет, принесет свои денежки непосредственно. Но изначально получается, сама система рынка, она замкнутая, на которой присутствуют покупатели и продавцы. И если вы понимаете, что система замкнутая и приток новых денег только за счет новых людей, причем эти люди неопытные, то в этом случае нужно понимать очень простую вещь. Что если система замкнутая, что если система ограничена и есть контур, который защищается, и вы через эту калитку брокера входите на рынок, то в этом случае денег у вас будет больше только за счет того, что у кого-то станет меньше. То есть, чтобы у вас прибыло, надо, чтобы у кого-то убыло. И вот риск менеджмент, вообще понятие риск менеджмента, как раз таки характеризуется тем, чтобы быть меньше в позиции человека, у которого убыло, и больше находиться в позиции у человека, у которого прибыло. Что для этого нужно? Во-первых, не торговать на заемный капитал, не использовать заемный капитал, потому что рынок неуправляемый. Начал где-то дым рядом с маркетом, да. Все, ребята, пожар, прилавки горят, сейчас все нафиг сгорит, бежим отсюда. Что в этот промежуток времени происходит? Ну, то есть, на рынке происходит паника, огонь, пожар, все, все сгорим, нужно срочно бежать. Что в этот промежуток времени происходит с продавцами? С покупателями понятно, у покупателя у него деньги в кармане, он еще ничего не купил, он может просто убежать. И если будет паника, если будет пожар, он просто непосредственно убежит. Что в этот момент происходит с продавцами, у которого товар лежит на складе? Продавцы все понимают, что покупатели начинают убегать. Они начинают скидывать, они хотят покинуть этот рынок с кэшем, потому что в дальнейшем они на этот кэш смогут купить непосредственно деньги. Если у них товар на этом рынке, товарные запасы были куплены на заемный капитал, в какой ситуации оказываются продавцы? Ну вот опять, это метафоричная история, но просто чтобы было понятно, как это работает. Система ограничена, ограниченное число участников, прибыль за счет убытка другого формируется. Вы, соответственно, стали продавцом и купили товар с плечом. То есть еще взяли займ в банке под проценты и купили товар. Все хорошо, товар пользуется популярностью, он вырастет, но происходит пожар, и все продавцы начинают этот товар скидывать. Нужно не только продать товар дешевле, а нужно еще отдавать деньги, и поэтому ты оказываешься в состоянии банкротства, ты попадаешь на некий маржин-ком, на принудительное закрытие позиции. Второе, когда происходит покупка какого-то отдельного товара, есть такое понятие в риск менеджменте, это стоп-лосс, то есть ограничение убытка. Когда, открыв какую-то длинную позицию, купив какой-либо товар, вы говорите, то есть есть правило, что какой риск вы в этой сделке несете. 5% на сделку, то есть 5% выставляются стоп-приказы в рамках риск менеджмента, и, соответственно, если вы купили акцию в надежде, что она вырастет, но она вдруг начинает падать, то в этом случае при падении на 5% непосредственно продается автоматически, то есть автоматическими приказами. В чем опасность стоп-приказов, и неоднократно, наверное, люди, которые занимаются трейдингом, с этим сталкивались, возникает история куклу, повел на стопы, то есть начинаются какие-то специфичные непонятные термины большинству людей, что в этом случае происходит, потому что определенные уровни туда очень быстро везут бумагу, обычно это происходит, опять-таки, в какой-то период или вечерней сессии, или утренней сессии, или в условиях, когда, допустим, другие рынки закрыты, до ограниченной ликвидности можно собрать стопы. И поэтому риск менеджмент, это здесь больше касается вопроса определения, сколько, каков убыток ты можешь потерпеть. Поэтому, смотрите, данное видео, данный ролик, он был посвящен тому, что много просили объяснить, почему мы говорим про риск менеджмент в текущих условиях, и мы про риск менеджмент говорим не в ключе того, что его нужно применять, а мы говорим про риск менеджмент в ключе того, что сейчас лучше трейдингом не заниматься. Потому что, опять, очень много разговоров о том, что все грохнется, что может быть дефолт. Я тоже сам, чего греха таить, говорю о том, что на самом деле, с точки зрения экономики, с точки зрения кредитных циклов экономики, мировой экономики, мы находимся в фазе перехода с фазы охлаждения в фазу экономического нокдауна. В этот промежуток времени, соответственно, есть высокие шансы того, что хорошие качественные активы будут стоить дешево. И люди, неопытные люди, не имеющие значительного опыта, они начинают смотреть какие-то фильмы, типа, опять-таки, игры на понижение, ошибка выжившего, считать, что у них это непосредственно получится, что, говоря о том, что я сейчас на понижение сыграю. Я призываю вот как бы меньше сейчас пытаться сыграть на понижение, а просто подготовиться к этому событию, да, подготовиться к этому событию, иметь кэш, иметь консервативные инструменты, иметь постоянный денежный поток, меньше торговать. Поймите одну простую вещь. Как только вы пришли на маркет со спекулятивными целями, все, вы ввязались в войну, где каждый сам за себя, у каждого свои средства борьбы. У кого-то это дубинка, у кого-то это ножик, у кого-то это пистолет, у кого-то это автомат, у кого-то это целая профессиональная армия, да, там, с самыми лучшими средствами связи, контроля, наблюдения, скорости выполнения поставленных задач. И каждый играет сам за себя, да, и вот вопрос возникает, вот в этой истории вы кем хотите оставаться? Вы хотите быть трейдером и выбегая со своим ножиком или дубинкой в попытке обыграть какого-то профессионального участника рынка? Или вы просто спокойно инвестируете в компанию, да, то есть вы спокойно инвестируете? Если опять же приводить пример с маркетом, то есть вы не являетесь продавцом или покупателем, а вы являетесь собственником бизнеса, который условно производит огурцы, которые продаются на этом рынке. То есть сегодня они могут продаваться дешевле, завтра они могут продаваться дороже, послезавтра опять рынок может запылать, да, и скажет, все будут пытаться эти огурцы скинуть, и огурцы будут стоить дешево. Но суть в том, что огурцы будут есть и сегодня, и завтра, и послезавтра, и через 10, и через 30, и через 50 лет. И, соответственно, если вы являетесь собственником колхоза, на котором выращиваются эти огурцы, и у вас есть собственная система сбыта оптовая, пускай вот эти вот оптовики, которые торгуют на рыбке, трейдеры, да, хотят они на этом зарабатывать, пусть зарабатывают, да, пусть они на этом специализируются, но при этом я говорю собственную позицию, я выдвигаю свою точку зрения, высказываю свое собственное мнение, то есть мой выбор это иметь колхоз, это иметь предприятие, это иметь предприятие, которое занимается транспортной логистикой, это иметь предприятие, которое профессионально занимается продажей вот этой вот оптово-розничной, то есть являюсь акционером магнита X5 и соответственно у меня получается есть набор из подразделений, которые создают value, которые создают потребительскую ценность, я являюсь инвестором. И сейчас будет возможность опять-таки из-за того, что будет пожар, что даже у таких компаний будут в принципе сложности, но пожар потушат, все уберут, рынок будет работать снова и компания, которая в этот промежуток вырос, туда будет возможность купить их по более привлекательной низкой цене. Возможно покажется ролик немного сумбурным, опять-таки говорю, что я очень давно уже не занимаюсь трейдингом, я больше в инвестиционной плоскости, я просто поделился своим мнением, что такое риск-менеджмент, где он используется, почему он важен в трейдинге, почему он менее важен наверное инвесторам, а инвесторам это иметь взвешенный диверсифицированный портфель, спокойно получать денежный поток, реинвестировать этот полученный доход для того, чтобы попасть в зону комфорта. Очень много сейчас разговоров про то, что выйди из зоны комфорта, а мы как раз таки на лето 2023 года пришли к истории, к идеологии, связанной тем, а как же попасть в зону комфорта. Вот в этом видео мы говорили про жизненный цикл инвесторов, сегодня поговорили про риск-менеджмент. У нас есть бесплатный вебинар, два с половиной часа, который идет, на который мы непосредственно касаемся риск-менеджмента в плане того, где сейчас концентрированы наибольшие риски. Мало того, я представляю свой собственный портфель, то есть как я управляю риск-менеджментом и какой у меня портфель непосредственно в настоящий момент, который я могу показать, что я использую для преодоления этих непростых ситуаций, сколько у меня кэша, сколько у меня золота, сколько у меня консервативных инструментов, сколько акций. Соответственно, проходите по ссылочке, забирайте на вебинар. То есть у нас в общей сложности два вебинара, каждый по два с половиной часа, то есть пять часов бесплатного контента по поводу того, как же сейчас в настоящий момент попасть инвестору в зону комфорта. Если понравилось видео, ставим лайк. Не понравилось, можете поставить дизлайк, я не обижусь. Пишите комментарии, желательно, если будут дизлайки, то чтобы они сопровождались комментариями, что не так и что вы думаете по этому поводу. У меня же сегодня на это все, на связи был Максим Петров, пока-пока.